Партнер проекта «Стартап» – магазин умных и необычных покупок. Самые оригинальные и невообразимые игры и игрушки мира. Стань на путь интеллекта. Приходи в «Стартап». Приветствую. Рад видеть в нашей воздвиженской гостеприимной земле. Здравствуйте. Меня зовут Геннадий Геннадьевич Крепищев. Я являюсь руководителем спортивно-туристического клуба «Легион» Центра зрителя творчества детей и юношества. Я Валерий Иванович Ганенко, тренер-предподаватель по футболу детско-спортивной школы Уссурийского городского округа. Я являюсь руководителем военно-спортивного клуба «Боец» десантного профиля. Иванович, ну что расскажем о нашем проекте, да? То есть наш проект будет называться «Сильное звено». Мы собрали 10 так называемых спортсменов будущих, которые должны будут доказать, на что они способны через два месяца. В первую очередь они должны победить в себе лень, очень захотеть заниматься спортом. И в конечном итоге соревнования покажут, кто сильнее. Ну что, Иванович, сирпо-бартейки в теннис! В свое время, в 2001 году, меня пригласили на судейство по спортивному туризму. Я, конечно, в этом вообще ничего не понимал. То есть, помню, первый раз уехал, не зная вообще, что там нужно делать. Ну и через два года, в результате после дневного и слёта в краевых, то есть на спор создал команду, которая в данный момент является сильнейшим в Дальнем Востоке. После окончания вуза приехал в свой родной посёлок Ретиховка, Черниговского района. Работал в школе, преподавал в детско-спортивной школе. В 2000 году пошёл на службу по контракту. 10 лет отслужил, служил в воздушно-десантной бригаде в городе Уссурийске. Основной упор нужно сделать на то, чтобы дети понимали, что здоровье превыше всего. А чтобы было здоровье, нужно трудиться. И начинать мы будем с утренней зарядки. Каждый день. Сейчас предстоит нам следующее испытание. Вы должны показать свою первоначальную подготовку, на что вы все способны. И доказать, что ещё для полного физического вам просвещения ещё надо похотеть и похотеть, работать и работать. Вы готовы? Да! Ещё раз? Да! Меня зовут Виталий Петров. Я пишу музыку. Спортом я не занимаюсь. Я хочу стать музыкантом, писать музыку, тап-степ, трэп. Давай, пошёл! Куркин, а вас там? Да, 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 да! Вот для чего? Надо подтягивать. Сколько раз говорю? Да, да. Беспондент. Так, залази, залази. Давай. Аккуратно. Тихо. Меня зовут Куркин Чемён. Я занимаюсь алиомоделированием и хожу на английский язык. Меня зовут Климова Екатерина. Я увлекаюсь танцами. Остальное время уделяю урокам. Здравствуйте. Меня зовут Владислав Насыров. Я не очень увлекаюсь спортом, но мне нравится телешоу-рестлинг. Я его очень обожаю, смотрю каждый день. Стойка такая. Полностью. Подзялись. Полностью. Раз. Как сможете. Полностью. Всё, пробуем. До конца старайся. До конца. Постарайся дотронуться подбородком до земли. Я Семена Броника. Хожу в музыкальную школу, занимаюсь фотостудией и хожу на английский язык. Меня зовут Чемён Куркин. Я люблю уроки физкультуры, так как без физической подготовки нельзя ничему научиться. Всё свободное время я посвящаю урокам. Меня зовут Родникова Екатерина. Свободное время я занимаюсь танцами и хожу на дополнительные занятия по английскому языку. Давай, давай, старайся. До конца. Молодец. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Ещё двенадцать. Тринадцать. Тринадцать. Тирнадцать. Пятнадцать. Ну, молодец. Рекомендую аплодирую. Здравствуйте. Меня зовут Настя Ланшукова. Я отличница. И мне этого хватает. Здравствуйте. Меня зовут Елешко. Я ничем не занимаюсь. Учусь. Смутно. И хотел прийти на проект, попробовать её в деле. Меня зовут Шеломенцева Диана. Я хожу на английский язык. Занимаюсь рисованием. Основное время уделяю учёбе. Ну, я хочу сказать, что ещё работать и работать многим. Я тебе говорил, что будет потом стыдно. Когда ты мне говорил, зачем мне нужен спорт, да? Вы знаете, мне как-то пока всё равно на это. Я как-то никогда не стремился к этому. Мне и просто как-то для себя я решил, что мне это не надо. И что я умный человек. Я хочу поступать на учения. Я хочу быть учёным, так скажем, умным человеком, но не физически развитым. Если честно, то перед девчонками было немного стыдно. То, что я не починился. Мне кажется, я не смог починиться, потому что, ну, я не спортивный. У Влада, конечно, думаю, он может лучше, но вот так вот получилось, что он не смог. Девчонки молодцы. Они даже на уроках похуже были. Я нечаянно вот даже в трансе была и так отжалась вот. Нет, я не понял. А чё это вы там сидите, а? Вы чё, показали хороста? Да некогда мне вообще было стыдно. Показали такой рюкзак. Сейчас пойдём посмотрим, как вы будете, как вы умеете бегать. Внимание! Старт! А я точно знаю, что я сейчас пробегу лучше всех, потому что мой самый сильный конёк. Работай быстрее, быстрее, быстрее! Ускоряйся! Давай, давай, давай! Работай быстрее, 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 быстрее! Ещё, 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 ещё! Ещё, ещё, ещё! Берем, забегай! Время! 16.7. Итак, внимание! Общий результат воздвиженской команды. Конечно, сейчас тяжело поверить, что из данных детей что-то может получиться именно сильное. Но будем стараться, стремиться и, надеюсь, через два месяца вы увидите настоящий отплочённый коллектив. В следующей серии познакомимся с уссурийской командой и узнаем их результат. Не пропустите! Партнёр проекта – торговый центр «Пикничок». Товары для активного отдыха и рыбалки. Лодки и моторы для лодок. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова